Уважаемые коллеги, уважаемые председатели, прошу минутку внимания. Первое, вопросы для дискуссии. Привлекаю ваше внимание. И сейчас немножко вспомним свои познания географии. Все здесь присутствующие северо-запад представляют. Площадь территории Ленинградской области более 80 тысяч квадратных километров, что равняется площади территории. Ваш ответ. Франция, Япония, Хорватия, Австрия. Будьте добры. Ну что ж, познания в географии наши неплохие, в общем-то, можно сказать, да? Ну, на самом деле, равняется практически Австрии. И чуть, да. Площадь Хорватии, кстати, команда, которая с нами, помните, играла в чемпионате по футболу и сыграли в ничью. Они меньше по площади, чем Ленинградская область. Задумайтесь немножко. И следующий вопрос уже касается нашей сегодняшней дискуссии. В чем вы видите основные перспективы лекарственной терапии меланомы кожи? Лечение ранних стадий? Лечение местно распространенных или метастатических форм? Отсутствие каких-либо перспектив? И затрудняюсь ответить. Так, готовы? Ну что ж, ответы достаточно радуют. Во всяком случае, отсутствие перспектив не видит никто. И затрудняюсь ответить. Тоже нет. Замечательно. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Какие изменения мы ждем в одевантном лечении пациентов меланомой кожи? Какие перспективы неодевантной терапии, о которой еще не говорили, которые нет в стандартах? И какие изменения мы ждем в лечении распространенных форм? Итак, одевантная терапия. Сегодня уже Алексей Викторович затронул эту тему. И наиболее интересное исследование, которое опубликовано и на котором хочется остановиться, это первое проспективное исследование по лечению больных четвертой стадии с применением комбинированной иммунотерапии неволумаба с эпилемумабом. Три рукава использованы были. Сочетанная иммунотерапия неволумаба, эпилемумаб, монотерапия неволумаб и плацебо. Что получили в итоге? Извините, достаточно, может быть, нечетко здесь видно, но 70% пациентов на рубеже двух лет не имеют рецидива заболевания. 70%! Внушаемая, правда, цифра? Причем выгода у каких пациентов наиболее выраженная? Брав мутированные пациенты, наиболее имеют перспективные результаты. 87% пациентов на рубеже двух лет не имеют признаков рецидива заболевания. Какой ценой это дается? Какова токсичность? Какой процент нежелательных явлений? Высокий, высокий достаточно. Более 70% пациентов имеют осложнения третьей и четвертой степени. А говорит ли это о том, что не надо делать эту комбинацию в одевантном режиме? Нет, конечно. Нужно просто быть готовым к этому, правда? Доктор должен знать, что он делает, информировать пациента. И какие выводы сделаны после этого исследования иммунеид? Во-первых, я повторяю, это первое перспективное исследование для больных меланомой четвертой степени и местно распространенной уже прооперированных. И безрецидивная выживаемость двухлетняя равняется 70% у пациентов. Причем, обратите внимание, около 50% пациентов ушли из-за токсичности и максимальную дозу получили всего два введения. После двух введений 70% не имеют рецидивозаболевания в течение двух лет. Колоссальные, правда, результаты, которые говорят о том, что, конечно, это достаточно перспективное исследование. Неодевантная терапия меланомы кожи. Сейчас в стандартах этого нет. Какие же имеются на сегодняшний день исследования? А исследований, посмотрите, достаточно много. И применение таргетной терапии, и применение иммунотерапии. И, посмотрите, патоморфологические регрессы на фоне проводимой терапии, они достаточно высоки, от 20 до 70%. Безрецидивный период, медиана безрецидивного периода от 20 месяцев и выше. Многие исследования еще не имеют эту даже цифру. То есть, говорит о том, что да, это достаточно перспективно. Наверное, многие из вас уже принимали участие в клинических исследованиях применением ТИВЕКа. Это онколитическая терапия, вирус простого герпеса. То есть, это относится к биотерапии. Применение этой терапии у пациентов с неодевантной целью приводит к тому, что двухлетняя безрецидивная выживаемость составляет 50%. А общая выживаемость почти 90%. Причем ведь эта терапия не направлена непосредственно на опухоль. То говорит о том, что заводятся тоже иммунные механизмы, которые работают против опухоли. И посмотрите, около 25-я часть пациентов имеют выраженный патоморфологический регресс. Причем 9 из 13 пациентов, которые имеют полный регресс, не имели прогрессирования заболевания на рубеже более 30 месяцев. Следующее исследование тоже представляет достаточный интерес. Регресс неодевантное применение эпилюмомаба с неволумабом. Опять же, комбинированное применение иммунотерапии у больных с местно распространенной формой. Третьей и четвертой стадии заболевания. И высокий патоморфологический регресс составляет почти 80%. Но токсичность, если вы посмотрите, тоже достаточно высока. 90% пациентов имеют нежелательные явления третьей и четвертой степени. В этом году на заседании ЭСМА были представлены уже дополнительные данные о трехлетних результатах применения неодевантной терапии неволумаба с эпилюмомабом. И здесь посмотрите, какие тоже достаточно выраженные регрессы. Безрецидивный период на трехлетний этап составляет 80%. И общая выживаемость 90%. Еще одно из исследований тоже применения эпилюмаба с неволумабом у больных в третьей степени свидетельствует о том, что те пациенты, которые имеют выраженный патоморфологический ответ, практически можно считать, что они вылечены от заболевания. Посмотрите, плато наблюдается достаточно четко. И оно отличается от пациентов, которые не имели полного патоморфологического ответа. И только один из пациентов, которые ответили полным патоморфологическим ответом или ответом близким к этому патоморфологическому ответу, они имеют прогрессирование заболевания, что составляет только 2%. В отличие от тех пациентов, которые не ответили таким вот значимым патоморфологическим ответом, у этих пациентов ретидив заболевания возникает более чем в 60% случаев. И проведенный достаточно большой консорциум международных исследований по применению неодевантной терапии, я хочу сказать, что проводится неодевантная терапия, клинические исследования не только с применением иммуно-онкологических препаратов, но и таргетной терапии. Эффективность таргетной терапии в этом случае несколько ниже, ненамного. 78% у пациентов, которые ответили полным патоморфологическим ответом на рубеже двух лет не имеют прогрессирования заболеваний, а вот на иммунотерапии такие пациенты составляют 100%. То есть, конечно, вы видите сами, что это перспективное направление, и мы ожидаем, что в ближайшее будущее наверняка появятся новые рекомендации, и, возможно, это изменит стандарты лечения. Но вопросов остается достаточно много. Во-первых, какую же нам выбирать терапию – одевантную, либо неодевантную, и комбинация или монотерапия. Какие должны быть предиктивные маркеры, на основании которых мы должны с вами ориентироваться, кого же выбирать, кого лечить. Длительность лечения какова должна быть, учитывая токсичность, токсичность достаточно высока. Какова роль оперативного вмешательства, на каком этапе делать оперативное вмешательство. И, конечно, возникает вопрос, а что сделать потом, когда у больного возникает рецидив. Ведь процент возникновения рецидивов, он не такой маленький. И, конечно, мы ждем новых результатов, новых клинических исследований, которые нам, скорее всего, поставят некоторые точки над «и». Что произошло, какие изменения происходят в лечении метастатических форм, распространенных форм. Сегодня уже Наталья Владимировна вам показывала этот слайд. Конечно, самое замечательное, что больные стали жить. И вот на этом бы хочется еще несколько остановиться. Обратите внимание, более 50% пациентов метастатической меланомы на сегодня переживают пятилетний рубеж. С чего мы начинали, помните? Только 30% пациентов максимально переживали одногодичный рубеж. Поэтому, конечно, благодаря новым препаратам изменения произошли достаточно колоссальные. Лечение больных браф-мутированных. Мы применяем таргетную терапию. Но помним, что таргетная терапия браф-мек-ингибиторы обладает определенным иммуномодулирующим воздействием. Они изменяют иммуногенность опухоли, влияют на микроокружение опухоли. И сочетание с иммунотерапией может привести достаточно к позитивным результатам. И такие вот позитивные результаты отмечены при применении неволумаба в сочетании с таргетной терапией. Доброфениб с термитенибом. Небольшое исследование. Здесь около 30 пациентов было включено в это исследование. Больные с метастатической формой. Причем больные, которые уже есть, которые уже получали иммунотерапию. С поражением. Причем есть и с поражением головного мозга. И какие результаты здесь были получены в этом исследовании? Посмотрите, объективный ответ. 91%. 91% пациентов ответили на эту терапию. Длительность ответов, конечно, хотелось бы уже быть несколько больше. Еще раз приношу извинения. Размытость выходит слайдов. От 3 месяцев и до 7 месяцев. Но пациенты, которые уже получили лечение этой исследования второй фазы, конечно, они достаточно впечатляют. И еще один результат покажу, что объективный ответ у пациентов, которые были изначально рефрактерны к антипиде-1 терапии, ответили объективным ответом в 83% случаев. То есть вот эта комбинация может принести определенный вклад лечения пациентов, которые были рефрактерны. Напомню, что среди этих пациентов есть пациенты с поражением головного мозга. И в настоящее время проводится достаточно много клинических исследований по использованию комбинированной терапии, лечения бравпозитивных пациентов, с применением таргетной терапии и иммунотерапии. Это применение и отезолизумаба, и применение спартолизумаба, и других препаратов. Конечно, явно будут новые изменения. Но опять же встает вопрос, насколько токсично это лечение, когда мы применяем все три препарата и воздействуем на возможные изверженные нам очаги. Если говорить в целом, то каких-то неожиданных, нежелательных явлений не было отмечено. Хотя, обращаю ваше внимание, применение отезолизумаба в сочетании с таргетной терапией кабинетиниб и вемрофениб, посмотрите, появляется гематологическая токсичность. Мы мало говорили о гематологической токсичности у пациентов на современных иммуноонкологических таргетных препаратах. 5% анемия, причем, может быть, и четвертой степени. 5%, не маленький процент. Обращаю ваше внимание, последняя статья в этом году появилась о гематологической токсичности, гематологических нежелательных явлений у пациентов, которые получают лечение иммуноонкологическими препаратами. 4% на круг, не такой маленький. А лечить, вы знаете, лечить нужно по-другому, не так, как мы лечили на химиотерапии с применением глюкокортикоидов. И на что я еще хочу обратить, какие могут быть осложнения. Осложнения, которые дают таргетная терапия. Перексия, высокая лихорадка. Поэтому, опять же говорю, это не значит, что не надо лечить пациентов комбинированной терапией. Это говорит о том, что мы должны быть готовы. Но, с другой стороны, мы тоже еще не знаем, какие это будут пациенты. Пока это клинические исследования. И какая реальная необходимость в этой комбинации, это покажет, конечно, время. Нам нужно точно определить, какой же это выбор пациентов. Потому что в случае прогрессирования, что потом делать будем? Вопросов достаточно много. Пока это перспективы. Но мы думаем, что это перспективы, конечно, они идут не в далеком будущем. И буквально несколько слов о нашем отечественном препарате, который в перспективе появится у нас в руках. Это Пролголемаб. Первый отечественный анти-ПД-1 ингибитор. Он достаточно похож на те препараты, которые уже имеются. Неволумаб и Пембролизумаб. Хотя относится несколько к другому классу, тип антигена. Но по своему механизму действия это тот же анти-ПД-1 препарат. Чем он заменит? Еще раз напомню, что в его название вошло имя создателя этого препарата Ольги Гончаровой. Надеюсь, вы это все знаете. И хочется, чтобы это, конечно, помнили. Поэтому знак памяти исследователя, к сожалению, она не жива сейчас, в настоящее время, в названии этого препарата имя Ольги Гончаровой. Какие результаты мы имеем на сегодняшний день? Одногодичная безрецидивная выживаемость больше 30% и общая выживаемость более 60%. Препарат работает так же, как работает Пембролизумаб, так же, как работает Неволумаб. Результаты исследований были доложены на АСКО, были доложены на наших российских конференциях. И что было очень приятно, что в своем докладе директор всем известного онкологического центра Франции Густав Руси Александр Игермонт наравне со всеми другими препаратами антипиди-1 препаратами достаточно на ломаном русском языке. Она очень хорошо проговаривает слово пролголимаб. И это, понимаете, это, конечно, здорово. Одно дело, когда мы с вами говорим, а другое дело, когда это уже произносит человек с мировым именем. Он произносит наравне с Пембролизумабом и с Неволумабом. Поэтому это, конечно, вызывает гордость за нашу отечественную промышленность, за наших исследователей. И что нас ждет? Ландшафт исследований. Ну, опять же, приношу извинения, плохо видно. Если в прошлом году на ЭСМО звучало о том, что, да, происходит изменение, комбинированная терапия, то в этом году определенное внимание идет на применение комбинированной иммунотерапии Неволумаб с Эпелимумабом, комбинированное применение таргетной терапии вместе с иммунотерапией. Есть часть исследований, которые не показали своей эффективности. Например, отезолизумаб вместе с меконгибитором вылагались надежды, ничего не получилось. Вот это исследование, к сожалению, оно вышло из обоима. Но перспектив достаточно много. Исследования проходят очень много, в большом количестве. И, конечно, это все приведет к тому, что со временем стандартные лечения, конечно, будут меняться. И опять вопрос к аудитории. Я уже не буду проверять ваши географические познания. Вернемся к нашей теме. Какие же перспективы все-таки мы видим? На ваш взгляд, либо это лечение ранних форм, либо лечение местно распространенных метастатических форм. может быть, вообще нет таких перспектив, учитывая состояние российской действительности. И затрудняюсь ответить. Пожалуйста. Ну что ж, по-моему, неплохо, правда? На самом деле, перспективы есть в любом направлении. И одно можно отметить, что чем больше мы с вами будем видеть ранние формы и оказывать помощь пациентам, тем, наверное, перспективы нам покажутся лучшими. Спасибо большое всем за внимание. Ждем на белые ночи, где продолжим дискуссию. Спасибо. Спасибо.